Все, кто меня сейчас смотрит и слушает, я приветствую, дорогие друзья. У нас с вами новый стрим, который, в общем, как всегда, будет посвящен событиям недавнего прошлого. Конечно же, тоже, как всегда, освещение этих событий, которые будут основаны на методиках аместийской астрологии. Еще раз хочу напомнить вам о том, что именно я эти методики восстанавливал на протяжении практически уже 50 последних лет. Плутон, который заканчивает свое пребывание 16-летия в зодиакальном знаке Козерога, 19 ноября перейдет в зодиакальный знак Водолея. А это целая новая эпоха. Он установит новую эпоху, которая будет длиться целых 20 лет пребывания своего в зодиакальном знаке Водолея. Но об этом вы смотрите мои новые ролики, которые будут вскоре выставлены на различных каналах, и не только в Ютубе, но и на Бусте, и на других моих интернет-ресурсах. Это очень будет интересное время. И вообще сейчас время переломное, я уже об этом говорил. То время, когда закладываются долгоиграющие сценарии, которые в течение нескольких ближайших лет нам суждено будет наблюдать воочию. Что же у нас было на протяжении нескольких последних дней? Ну, первое, конечно же, об этом нельзя не упомянуть. Это о почти что безоговорочной победе Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Об этом, дорогие друзья, вы можете увидеть в моем ролике, который посвящен как раз этим выборам. Ну, выборы были, конечно, очень сложные и очень действительно такие напряженные. Мне пришлось говорить о том, что Трамп реально может победить только в том случае, если он будет опираться на свою команду. У него был в гороскопе на это время большой крест, поэтому если бы он рассчитывал только на свои силы, вряд ли победил бы, несмотря на сильно выраженный Юпитер. Но, тем не менее, другие показатели говорят о том, что он мог бы не рассчитать свои собственные силы и на последнем этапе вполне вероятно сорвался бы. Но вот если бы он опирался на команду, а он так и опирался на команду, то команду его могла бы как раз вытащить. Вот еще раз хочу напомнить его гороскоп на 5 ноября. В этом гороскопе так называемая повозка. Эту конфигурацию аспектов в свое время пришлось мне лично описать впервые в своей книге «Анализ синтез космограммы». Первый учебник по астрологии в советское время выпущенный еще в 91 году прошлого столетия. Ну так вот, стало быть, он практически победил, как я и говорил, несмотря на мнение различных экспертов, о том, что вряд ли это приведет к очень серьезной конфронтации, тем более гражданской войне. Некоторые об этом тоже там в интернете и в средствах массовой информации было очень много шума по этому поводу. Я говорил, что это вряд ли. Гороскоп Соединенных Штатов это не наблюдается. Хотя и конфронтация будет, но вряд ли это приведет к каким-то очень серьезным, тяжелым последствиям в ближайшее время. Плюс ко всему, по Дональду Трампу можно сказать еще и то, что он был и продолжает оставаться, по сути, вот как сейчас говорят, 47-й президент, нет, он продолжает оставаться 44-м президентом Соединенных Штатов. Почему? Во-первых, потому что он второй после Гроверда Кливленда президент Соединенных Штатов, который победил дважды через один срок. Гроверд Кливленд это сделал в конце 19 века. Кстати, это тот сам президент, который открыл статую свободы, знаменитую в Нью-Йорке. Вот и что тут откроет Дональд Трамп, давайте мы еще будем наблюдать за этим, потому что, в общем-то, его правление, второе правление, как второе предшествие Трампа, оно будет не менее интересным, чем первое. Поэтому Гроверд Кливленд, который назван был и 22-м, и 24-м президентом Соединенных Штатов, он имел два номера. А по сути, он был всего лишь на всего 22-м президентом Соединенных Штатов. Если читать, как говорят, по головам, то есть по личностям, по персонам, то Дональд Трамп при первом своем президентстве был не 45-м, а 44-м президентом Соединенных Штатов Америки. И через срок, вернувшись на свой пост, он так и продолжает оставаться этим 44-м президентом Соединенных Штатов. Их было практически 45, но 44-й вернулся обратно, это Дональд Трамп. Так вот, интересно, что в очень древнем пророчестве, которое приписывается Василию Немчину, в 16-м веке жившему астрологу, жил на Руси, старший современник Нострадамуса, вот у него было одно пророчество, которое было связано с правителями дальней страны за океаном. Она была только что открыта при его жизни, потом, который назовут Соединенные Штаты Америки, где каждый правитель будет властвовать 4 года. Но роковым числом для них, как писал как раз Василий Немчин, будет что 44, когда сойдутся две четверки. Этот президент будет роковым. С него начнутся необратимые процессы, которые полностью изменят эту страну. Ну вот, собственно говоря, вернулся 44-й президент Соединенных Штатов. Теперь будем смотреть, какой же серьезнейший кризис, что же там за глобальные такие вот перемены, которые как волны или как круги по воде будут распространяться от событий, которые будут иметь место в Соединенных Штатах Америки, как же они будут влиять на всю нашу мировую историю и на события ближайшего будущего. Что же касается Камалы Харрис, в одном из последних стримов я говорил о том, что Камала Харрис родилась в один день со смертью Гермарта Гувера. И практически, если бы она пришла к власти и стала по пределу Соединенных Штатов Америки, то она могла бы по закону «Матрица», открытому блою еще много лет назад и описанному в нескольких романах, она могла бы завершить то дело, которое не успел сам того не ведая сделать Гермен Гувер. То есть я напоминаю, что Гермен Гувер был практически инициатором, опять же, сам того не ведая, так называемой Великой Депрессии конца 20-х и начала 30-х годов прошлого столетия. Вот Великая Депрессия могла бы вернуться в Соединенные Штаты Америки, вне всякого сомнения, если бы Камала Харрис победила. Но история не знает сослагательного наклонения, и она не стала президентом, а значит Великая Депрессия в Соединенных Штатах Америки пока не предвидится. Предвидятся другие события, которые будут связаны с Дональдом Трампом и, возможно, с его преемником на посту, если, конечно, он не выживет. Потому что, согласно показателям его гороскопа, у него еще не закончилось время испытаний. Мне неоднократно приходилось говорить, дорогие друзья, о нескольких покушениях на Дональда Трампа. И еще сразу же после первого покушения, которое было в июле нынешнего года, я вам говорил и называл даты, опасные для него. Ну а теперь последнее. Давайте рассмотрим гороскоп самого Трампа. Еще раз к нему вернемся. К сожалению, в большом это, на мой взгляд, не последняя опасность, которую он может пережить до того времени, когда, в лучшем случае, он на белом коне едет в Белый дом. Это произойдет 20 января следующего года. Вот давайте посмотрим, какие же опасности его подстерегают. А также крест, и чем разобновиться, где-то от 13 до 19 октября нынешнего года. И, в общем, почти все они совпали. Надо сказать, что подобные урожеронные ситуации у него еще могут повториться. Прежде всего, это в ноябре месяце, с 11 по 17 ноября. Это первое. Второе – в декабре, 6 и 18. Но самое серьезное у него может быть после 5 января. 5 января – это еще одна такая дата, достаточно опасная в плане возможного покушения на его жизнь. А также очень интересная дата вокруг 20 января. Я неоднократно ее называл, и вот теперь я понимаю, почему это все было озвучено. Это было бы совершенно неактуально, если бы он не стал президентом. При том, что он действительно стал сейчас президентом, и с огромнейшей долей вероятности он действительно пройдет эту инаугурацию, то вот как раз дни, близкие к этой дате 20 января, его представляют очень большую опасность. Начиная от 18 по 25 января как раз следующего 2025 года. А также еще дни вблизи затмения Солнца и Луны – это будет около 14 и 29 марта, опять же, 2025 года. Вот там поживем, увидим, как это все реализуется. Но прямо скажем, что, скорее всего, второе пришествие Трампа будет гораздо более интересным для всей нашей мировой истории будущего, чем первое. Дело в том, что это совпадает еще и со вступлением планеты Плутон в диакальный знак Водолея. То есть, действительно, начиная со следующего года, огромные, серьезные, тотальные перемены на всем нашем земном шаре будут весьма и весьма актуальны. Об этом мы с вами, дорогие друзья, еще неоднократно поговорим. Давайте еще перейдем к следующему событию, которое также имело место, начиная вот с 29 октября нынешнего года. Что же тогда произошло? В Испании случились серьезнейшие наводнения. Особенно в востоке Испании, вблизи Валенсии погибло более 200 человек. Интересно, что не выдержали плотины. Многие плотины были вообще разрушены. И только многих людей спасла плотина, которая была построена еще во времена императора Аммуста. 2000 лет с лишним назад. Получается, что нынешние постройки, которые должны предпрощать подобного рода катастрофы, в том числе связанные с наводнением, они с этим не справились. Видите, римляне оказались впереди планеты всей, по крайней мере, в Испании. В скорости после этой даты, которая несла много человеческих жертв и многих обездолила, король Испании, дом Филиппа VI, приехавший в Валенсию, оказался не в состоянии противостоять разгневанной толпе, которая ему и премьер-министру Испании Петро Санчесу кричала такие слова, как «убийцы вон из города», его забросали грязью. В общем, действительно проявили свое неуважение к королевскому величеству. Я посмотрел гороскоп на это время. В Испании есть два гороскопа. Один построен на 1479 год, а второй на 22 ноября 1975 года. Так вот, если посмотреть оба эти гороскопа, то в них можно не увидеть Большого Креста, но и там еще другие показатели. Креста нету, слава богу, поэтому для испанского государства эти события, хотя и являются критическими, но не летальными. То есть они не приведут к летальному исходу. И тем не менее, данные события, если их сопоставить еще и с другими показателями космическими, эти события можно воспринимать как некий сигнал, который впоследствии вполне может привести к разрушению уже окончательного испанской монархии. Первые ласточки такие могут появиться в 2025 году, а точнее в апреле месяце. С апреля по начало июня месяца следующего года. Он связан с Черной Лой, Сатурном, там будут большие испытания для испанской монархии. Впоследствии это еще в декабре 2025 года, но особенно самое серьезное это будет летом 2026 года. Так что вполне вероятно, что в Испании могут быть еще очень серьезные потрясения, которые могут привести не только к свержению монархии, но и как вариант к новой гражданской войне, то есть повторение этих событий, которые имели место там в конце 30-х годов, когда произошел путь генерала Франка, а в дальнейшем на три года страна погрузилась вот в эту самую серьезнейшую гражданскую войну. Это, конечно, может быть не в 2026 году, но в 2029-30 году это вполне может быть актуально. Вот что происходит, дорогие друзья, на наших глазах. Давайте за этим наблюдать, потому что события сейчас только-только начинаются. Самые серьезные, самые важные, меняющие весь наш уклад, с ног сшибательные по своему воздействию на нашу не всегда еще крепкую психику, но с очень далекими последствиями. То есть вот это все, дорогие друзья, нужно осмысливать собственным умом, потому что если мы это будем делать, то нас действительно могут ждать великие дела. Всего вам самого доброго, до новых встреч.